В конце прошлого года дольщики жилого комплекса «Высокие жаворонки» обратились к Андрею Иванову с просьбой признать недостроенный объект проблемным. Тогда глава пообещал решить этот вопрос. На Совете депутатов проблемным признали не только долгострой в жаворонках. Небезызвестная изумрудная долина получила такой же статус. В декабре по изумрудной долине прошла комиссия, которая рекомендовала Совету депутатов признать этот объект проблемным. Также, как и обещал в прямом эфире, мы провели в первые рабочие дни комиссию по признанию данного объекта проблемного и сегодня вынесли на сессию Совета депутатов и также было положительное решение. Строительство изумрудной долины началось пять лет назад, в 2012-м, и оно до сих пор не завершено. Застройщик неоднократно обещал, что все работы будут выполнены в срок, но со своими обязательствами так и не справился. Строительство второго проблемного объекта жилого комплекса «Высокие жаворонки» началось в 2014 году, но уже через год работу на шести корпусах приостановили. Сейчас в отношении застройщика возбуждено уголовное дело. Мы начнем вместе с Минстроем составлять реестр дольщиков, которые на сегодняшний день имеют теперь статус обманутых, так как на объекте уже больше девяти месяцев не происходит никаких изменений, никакого строительства. И уже в таком режиме, под контролем Минстроя Московской области, будем прорабатывать дорожные карты. Осенью прошлого года педагоги обратились к Андрею Иванову с предложением присвоить звание почетного гражданина района, заслуженному учителю России, ветерана педагогического труда Гильдии БОД. Депутаты поддержали эту инициативу. Везде поддерживали Гильда Александровна, везде был теплый прием. Очень много людей в нашем районе говорили о заслугах. Те, кто знакомы лично, кто учился, кто рядом работал. Масса, я бы сказал, море позитивных откликов, отзывов. Я считаю, что мы сделали очень большое и правильное дело. Гильда Александровна поначалу удивилась тому, что именно ее кандидатуру выдвинули на получение этого почетного звания. Она также подчеркнул, что эта награда не только ее заслуга, но и заслуга всей системы образования. Я искренне благодарна Андрею Робертовичу, что он вышел с такой инициативой на присвоение мне звания почетного гражданина. 42 года Гильда БОД проработала в системе образования. Андрей Иванов отметил, что именно благодаря ей образование в Одинцовском районе стало одним из лучших по Московской области. Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова. 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 Дарья Сутягина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.